Сабайди кап, сабайди мейкап, это по-тайски привет, как дела? Новая у нас традиция, повторяюсь, что вставляю на разных языках привет, пытаемся уйти от привет, как дела? Ой, пытаюсь уйти от... Здравствуйте, друзья! Еще забыл в предыдущих двух видео напомнить, что у нас есть книга «Ретроспектива ошибок». Пишите, пожалуйста, на почту, пишите там в комментариях, гуглите, читайте книгу, присылайте отзывы, распространяйте друзьям. И второй момент, то есть у нас есть реквизиты. Собственно говоря, если вам интересна судьба канала, если вам интересно делать какие-то новые интересные видео, пожалуйста, присылайте, переводите там, поддержите финансовый канал, но это будет нам только в радость, мы будем дальше развиваться. А, и забыл третий момент, у нас еще есть почтовый ящик. Собственно говоря, пишите, как говорится, письма, задавайте свои вопросы, будем по возможности стараться отвечать и как-то там вас поддерживать. Но только поконструктивнее вопросы старайтесь присылать, мы будем на них, соответственно, делать какие-то обзоры. Вот, сегодня хочу поднять вот такую тему, она вот очень, скажем так, такая попубольная, очень сексистская, и, ну, я подозреваю, что у многих, в том числе моих знакомых, она вызовет мощнейшую попуболь вообще. Но я считаю, что поднять эту тему нужно. Вот, и поэтому, как бы, вот, если, ну, вы не очень любите говорить о таких сексистских темах, ну, в частности, женщин, которые, может быть, слушают мой канал, то вот этот вопрос лучше не, ну, не поднимайте. А, так вот, собственно говоря, вопрос вот какой. Я просто хотел рассказать о таком моменте, который, ну, возник у меня в определенный период моей жизни, и вот этот момент очень важный, и я хотел вам о нем, ну, обязательно повествовать. В общем, помните, я говорил, да, что, ну, во-первых, ну, то есть у меня был период такой глобальной-глобальной непрухи вообще с женщинами, и он начался этот период глобальной непрухи, когда я занялся пикапом. Вот прям как отрубило, что называется. И чем дальше я от этого пикапа уходил, чем, ну, лучше-лучше становился с женщинами. Но вот этот период улучшения картинки вообще с женщинами, он занял очень много времени. То есть я буквально, то есть сначала у меня было все хорошо, потом я попал в некое болото, вот, занявшись пикапом, просто не в ноль даже, а вообще в минус там далекий, я очень долго оттуда вылезал, очищая голову от всей вот этой вот фигни. Вот, а, и, собственно говоря, вот на фоне этого произошло несколько таких моментов. Ну, некоторые из них я хочу отметить. Ну, понятно, что я постепенно уходил от пикапа, да, начинал заниматься собой, и я, кстати говоря, сейчас прочитаю тоже сюда одну штуку, которую я понял, вот, и совершенно случайно просто ее нашел в ВКонтакте. И был очень удивлен, что не только я вот дошел до такой вещи, а до такой вот, до понимания этих вещей, ну, дошли какие-то такие вот вполне как бы популистские, да, как сказать, картинки, то есть популярные картинки, вот, дошли до понимания вот таких вот вещей. В общем, если помните, я рассказывал, да, что, да, вот, нашел картинку, я тоже сейчас зачитаю ее. Если помните, я рассказывал вам, да, что наряду с очищением от стереотипов, вот, выхода из пикапа там, ну, соответственно, получение какой-то дополнительной информации, там, я начал спортом там заниматься, как качаться, шмотки свои менять и так далее, и тому подобное, происходила еще определенная, ну, перетрубация, как бы вот здесь в голове. И такие, наверное, первые перетрубации начались с того, что в мои руки попала книжка с трансерфинга, то есть, Владимир Зеланд. И как раз там я понял, что вот мое неправильное поведение, оно полностью укладывается в концепцию трансерфинга, потому что как только я переставал заморачиваться с женщинами, они тут же, ну, вот, только сто стоило отпускать, это так называемая теория об избыточных потенциалах. Как только стоило эту тему отпускать, сразу женщины начинали в мою жизнь лезть. И я этой методой, я ее овладел, и начал пользоваться, и она у меня начала работать. И, мало того, в какой-то момент, когда я снова там начинал заморачиваться, умные люди мне говорили такую вещь, что как только тебе вот это вообще перестанет быть нужным, соответственно, ну, женщины рекой потекут, то есть, ну, неправильно, мне говорили, что появится та самая. Плюс к этому, это еще очень, ну, коррелирует с тем, что, на самом деле, тут есть еще возрастная тема, которая заключается в том, что, как правило, мужики как раз в 30-35 лет, ну, те, кто там не спился, не скурился и не пошли вот не по той линейке, они как раз достигают своего такого, скажем так, это самый вот возраст, где-то с 30-ти, там, до 40-ка, у кого-то иногда он даже течет до 50-ти, который называется тем, что этот возраст еще называют такой фразой, что мужчина, он как, да, хорош коньяк, чем с возрастом, только лучше. Ну, и действительно, если вы посмотрите на актеров, вот известных таких типичных примеров, это, например, Джордж Клуни и Шон Коннери, то есть они с возрастом стали только вкуснее, значительно. Вот, и, соответственно, ну, так же, например, тот же, там, Лайан Ниссон, да, частично, но вот Шон Коннери прям типичный представитель этого темы, ну, и Джордж Клуни, да, два прям таких ярких. И, соответственно, вот этот как раз возраст, он пользуется у женщин такой наибольшей популярностью, потому что мужики уже что-то достигают, уже прочищаются мозги, они достаточно по-взрослому себя ведут, есть ресурсы, есть деньги, и они стоят на правильное колено, скажем так, вот, этот момент. Плюс, скажем так, следующий такой этап произошел, если помните, я в своих видео об этом рассказывал, это то, что я начал себе задавать вопрос, потому что у меня было много женщин, как бы, но я их всех сливал. И один мелпер мне сказал, типа, значит, не в женщине дело, то есть, рой в другом месте. Я начал себе вообще задавать вопрос, типа, а вот, что мне вообще нужно? И я докопался вот до вот этой, как раз тогда я примерно узнал, вот, первые свои, там, прочитал момент про сепарацию, про Дениса, и как раз попала статья про сепарацию его большая, как раз на сайте, по, на этом. Вот, и я понял, что это очень коррелирует с моими собственными находками, о том, что как раз я ищу не женщину, а я ищу мамку, то есть, у меня был страх взрослой жизни, некая такая инсталляция, что мужчина сам самостоятельный, свободный, независимый жизнью жить не может, и ему вот для поддержки нужна обязательно какая-то баба, которая там пронесет стакан воды, то есть, вот, была интегрирована такая идея, и осознание того, что нет женщины рядом, она вызывала мощнейший страх. И я неожиданно понял, что я ищу, как бы, не женщину, а я ищу вот такую маму. Как только прошло это осознание, ну, значительно прям упрочилось, вот, вообще, ну, упростилось, и стало легче дышать, то есть, снялись какие-то зажимы. Следующий момент, это был, наверное, самый, ну, я не в порядке, не в последовательности рассказываю, а просто вот как в мозг приходит. Еще был такой важный момент, что на женщин было подвязано эго, то есть, это выражалось то, что, например, я, ну, постоянно заморачивался какими-то поисками, то есть, постоянно там, то есть, в день по 30 свиданок, ну, я утрирую сейчас, ну, там, по несколько свиданок, каждый день должны быть какие-то свиданки, встречи там, и, там, вечером, то есть, ни одной, то есть, я не мог просто прийти домой спокойно, вот, как сейчас, сесть, вот, ну, сегодня, например, там, был какой-то выбор, там, да, у меня был свободный вечер, я предпочел, что я лучше посижу дома, мне это приятно, мне это интереснее, побыть там наедине с собой, вот, то есть, я сам себе интересен, и я не думаю, что какая-то женщина мне бы сделала сейчас такой интересный вечер, как я себе сам, вот, и, собственно говоря, у меня был такой тоже глюк, что я, как бы, приходил там на какую-нибудь дискотеку, и если я там не мог найти какую-то девочку, уходил вечером без, там, телефона, не склеив, никого, у меня началась депрессия, вот, и потом я работал с этой темой, то есть, я ходил там несколько, ну, к психологу, я опять пошел к тому же известному гештальтеру, я не доходил, но, разбираясь и копаясь вот в этой вещи, вот, это эго, оно тоже постепенно начало сниматься, ну, плюс, большую роль сыграл Новоселов, ну, Новоселов, Селезнев, там, некоторые материалы мужского движения, много материала Бурхаева, которая вообще поставила понимание о том, там, о месте женщины, о том, что она дает, там, так далее, и очень важный момент в моей жизни, вот, и, собственно, я извиняюсь за такое длинное правдисловие, я хочу именно сегодня поговорить, произошел, когда в моей, ну, в моей жизни пришло понятие об инвестициях, то есть, ну, как раз это был период, когда я начал читать Киосаки, я начал чуть-чуть заниматься уже бизнесом туда, потому что я начал понимать, что у меня эта вот дырка, это вообще не закрыто, вот, и, да, я, извиняюсь, еще забыл сказать, еще один компонент очень важный, который я постоянно глаголю на всех своих видео, да, вот, собственно говоря, картинка, наверное, видели такую, я сейчас вернусь к этой теме, просто забыл про это сказать, вот, картинка вот такая, вы наверняка видели в интернете, вот, здесь есть такая очень, ну, там куча фраз, там, про жизнь, и здесь есть такая очень классная фраза, мне вот, прям, вот, просто вот это вот, вот, прям, смак, вот, просто про женщин, вот, про все, про всех вас, про парня, вот, вздумайтесь, If you are looking for the love of your life, stop it, they will be waiting for you when you start doing things you love. Ну, для тех, кто не знает английский, переведу, что, если вы ищете, ну, в поисках любви всей своей жизни, прекратите этим заниматься, ну, здесь, правда, почему-то написано way, ну, неважно, в общем, она будет дать вас, ну, короче говоря, найдет вас, тогда, когда вы начнете делать вещи, которые вы действительно любите, это гениальнейшая фраза, когда я ее осознал, что, в принципе, да, с этой же фразой также перекликается вот та метафора, про которую мы с вами говорили, которая написана в моей книге, что женщина, на самом деле, любит не то, как мужчина относится к ней, а женщина любит то, как мужчина относится к себе, влюбляется в это, понимаете, то есть, для того, чтобы, ну, действительно, что-то в вашей жизни появилось, то женщины должны, ну, найти сначала себя, и тогда вас найдет женщина. Ну, и вот, мы возвращаемся, собственно говоря, как раз к той теме, о которой я хотел поговорить. На самом деле, тема очень важная, о роли женщины. И вот, кроме вот этого, вот, вот всех этих вещей, я задумался о том, о роли женщины. И как раз я начал заниматься бизнесом, и у меня вдруг, ну, собственно, у нас в жизни есть несколько, ну, таких ресурсов, да, очень важных ресурсов. То есть, значит, деньги, там, здоровье, моральная сила, какие-то материальные вещи, время. Ну, самое основное из них, что мы вкладываем, это время, деньги и, ну, какие-то моральные энергии, да, энергетические силы. При этом, самое наиболее ценное, мы про это еще поговорим, ну, в другом касте, наиболее самое ценное, это время. Это невосстанавливаемый ресурс. Невосстанавливаемый, это самое-самое ценное. Ну, на втором месяце, наверное, идут деньги, и потом уже эмоциональные какие-то, ну, материальные вообще ресурсы, ну, в основном выражается в деньгах, да, и эмоциональные какие-то ценности. Так вот, собственно говоря, и неожиданно я стал анализировать вот все свои отношения с женщинами, и весь комплекс, потому что многие парни, они, вот, заканчивали у них отношения, заканчивался на, снял, потрахался, послал. То есть всю линейку, всю пирамиду. И неожиданно у меня, ну, появилась вот какая-то картинка. Посмотрите, ну, потому что мне на тот момент уже повезло, и я уже вот там, ну, у меня удавалось пробираться в глубокие отношения, практически там возле брака, и я мог, вот, не просто посудить там, а многие мои друзья, они в основном только у них были отношения, а-ля там три свиданки. Вот. И я мог уже судить более высоких локольников. Смотрите, что получается, смотрите, какая картинка. Изначально вам нужно вкладывать огромный ресурс, реально огромный ресурс. Ну, разумеется, есть и люди, те парни, которым, ну, счастливчики такие, да, которым этот ресурс вкладывать не нужно. Ну, Леонардо Ди Каприо какой-нибудь, например. То есть ему все, ну, для того, чтобы сейчас ему не надо было вкладывать этот ресурс, ну, как бы, он вложил этот ресурс до этого. Ну, либо есть просто те, кому повезло, то есть родители богатые, там, сам красавчик. Вот, но таких единиц, поэтому рассматривать мы их не будем. Общая вот серая такая говномасса. Значит, смотрите, что мы делаем. То есть для того, чтобы найти вообще, привлечь какую-то женщину, ну, по крайней мере же, вот, которым мы хотели бы получать удовольствие. Плюс есть еще такие психологические факторы, что не у всех так перестроена психика. Большинство все-таки хотят, ну, найти какую-то женщину, которая, ну, скажем так, ну, то есть если парня оценить на сколько-то баллов, да, то 9 из 10 парней, они, как правило, хотят найти женщину все-таки там не настолько же, насколько можно было оценить его. То есть они выше себя ценят, чем они на самом деле есть. То есть мечтают о каких-то там заоблачных, дальних. Ну, так вот, значит, смотрите, большинстве с вами, чтобы привлечь, ну, то есть это вот пресловутая подстройка снизу, которую писал Амиран. То есть смотрите, в большинстве случаев что у нас происходит? То есть парень вкладывает ресурсы, причем ресурсы нехилые, чтобы найти какую-то женщину. Далее. Казалось бы, да, он вложил ресурсы. Ну, вот я пришел в магазин, я там заплатил что-то, да, я получил. Значит, получает ли парень за это, вот за вложение этих ресурсов, то есть он, ну, что-то, да, что он получает после вложения этих ресурсов? Он получает вложение еще больших ресурсов. То есть вот он познакомился с девушкой, его что ждет? Вложение еще больших ресурсов. То есть теперь ее надо вводить в кафе, в рестораны там. Ну, опять же, мы не берем, есть случаи, когда сразу дала, есть случаи, когда вообще никогда не дала. Вот в среднем по больнице что происходит? Еще большие ресурсы. Утилизировать уже у многих начинаются какие-то манипуляшки, там сразу еще что-то, неадекваты, фильтровать там. Окей, допустим, значит, все хорошо, она там дала. Значит, дальше наступает некий, то есть мы все равно тратим ресурсы, все равно тратим ресурсы, но дальше наступает некий период, ну, скажем так, такого благоденствия, да? Иногда, в редких случаях, вот за всю мою жизнь такой период был всего один, когда, ну, этот период длится на все протяжение отношений, там, два, три, четыре года. Но очень часто, к сожалению, такие вот женщины, они проигрывают там в остальных характерах, ну, например, они страшные очень там. То есть это компенсируется, это компенсаторная программа. То есть они адекватные, у них нет инверсии доминирования, потому что они утрасрашные. Или там еще что-то у них там не то. Вот. Или несексуальные, например. Но, как правило, дальше начинается что? Начинается там, ну, неделя, две у кого-то, месяц, два, начинается инверсия доминирования. То есть дальше мы, кроме материальных ресурсов, начинаем опять тратить ресурсы моральные. И, естественно, временные. Тратим, 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 тратим. Что происходит дальше? Брак. Мы снова вкладываем нереальные ресурсы. Значит, и в браке мы начинаем вкладывать еще большие ресурсы. Еще большие ресурсы. Что происходит потом? Значит, ну, рождается ребенок. Опять же, да, смотрите, нам, ну, юридически, это ребенок в России, ну, и, в принципе, в мире. У нас, на самом деле, в России еще по-божески все. В некоторых странах женщины забирают и там 70% совместно нажитого, и то, что нажил до брака, и в некоторых даже странах есть законы, что женщины претендуют на то, что потом, после развода вы получите. То есть, у нас еще нормально, не надо жаловаться на Россию. Вот, соответственно, значит, что происходит? Дальше женщина, ну, происходит отъем там, ну, грубо говоря, совместно, ну, представьте, да, вы инвестировали, получили там прибыль, ну, создали компанию, но вы инвестировали, а компания доставалась вашему партнеру. Это же не честно. То есть, соответственно, после развода ребенок, то есть, совместный проект остается женщиной. При этом вы платите за него, но при этом ограничены в там свиданиях и встречах. То есть, это все достаточно унизительно проходит. Соответственно, ну, при этом должны платить. За что? Да? Значит, при этом вы не можете контролировать расход этих средств. Но даже если не доходить до этой печальной ситуации, то есть, вы платите, платите, платите. Значит, мало того, смотрите, что происходит. Многие, самое что еще страшное, многие парни думают, что вот, как бы, они нашли женщину, и, ну, все, как бы, вот, можно расслабиться, заняться там, то есть, досуг там ваша наскрасит. Нафига подобного. Я могу сказать и по своему опыту, и по опыту своих друзей, что 9 из 10 девочек используют мужчину, как даже те девочки, которые создают иллюзию, что они вроде умные и интересные. Используют мужчину, как определенный слив энтропии. Раз. И как определенный источник энергии, именно энергетической энергии, ну, то есть, духовной. Два. То есть, мало того, что вы вкладываете время, мало того, что вы вкладываете финансовые ресурсы, смотрите, что происходит еще. Вот девочка начинает там вертеться вокруг вас. Она, ну, как правило, жизнь большинства девочек это полная пурга. То есть, какие-то проблемы там, ну, ни о чем. То есть, когда у парня могут быть реально мировые проблемы, там, да, он, например, там, исследования проводит, бизнес делает какие-то, там, еще что-то, геополитикой занимается. Как правило, у девочки какие-то проблемы там, там, не приехал, там, не знаю, мастер по маникюру сделал плохой маникюр, там, не могла, не смогла достать там любимую косметику, там, ну, то есть, там, начальник козел, там, ну, то есть, поебота, ни о чем. И вот сливается вот эта вот, ну, как бы, да, херня вам вся. И при этом забирается что? То есть, я не видел такой девочки вообще за свою жизнь практически очень мало. Либо девочки такие были, но это было вот в качестве таких акций, акций таких, до, да, которые бы именно вот во всех смыслах этого были бы вашей музой. То есть, которые бы вас наполняли именно энергией. 90% девочек, то есть, вот, я нашла мужика, как это говорится, ну, вот эта вот фраза, ну, давай рассказывай, то есть, весели меня. То есть, если, как бы, да, вот вы пришли с работы, там, сели за комп, я, блядь, ну, я извиняюсь, тут будет мат, я реально работал, там, да, я пахал, ну, я не про какие-то свои, там, сейчас конкретные отношения рассказываю, у меня богато опыт отношений, я, там, встречал много раз такие вот ситуации. Вот, то есть, да, вы пришли, допустим, либо вы хотите отдохнуть, потому что вы, там, выдохлись и морально, физически, либо вы хотите, грубо говоря, поработать еще. То есть, но женщина, говорит, ну, там, ревнует вас, почему ты сидишь, там, там, или, там, читаешь газету, да, допустим. Ты говоришь, ну, хорошо, окей, давай, побудем вместе. Варианты. И вот эти варианты, как правило, всегда должен придумывать и изобретать мужчина, причем не просто придумывать и изобретать, а реально быть таким тамадой, диджеем и, короче говоря, ведущим мероприятия профессиональным и, короче, просто вот этим, там, есть такой факультет, вы не видите, вы цветуете культуры, короче говоря, которые мероприятия ведет, массовик-затейник, короче, вы должны быть, понимаете? То есть, она и вас свою энтропию будет сливать, вот это запирать. Вот еще что страшно. И, ну, как бы, там, допустим, когда происходит уже совсем там укрепление, вот, юридических отношений, это, как правило, увеличивается еще больше. Плюс вы еще должны, там, ну, ну, то есть, короче говоря, вот этот процесс, он только ухудшается, становится жестче, там, жестче и жестче. Вот. И, то есть, инвестиции реально не херовые, да, я сейчас описал ситуацию. Причем, ну, как правило, это никогда женщине не ценится. То есть, вот ты спрашиваешь, ты говоришь, я вкладывал в отношения. Она, ну, никогда ни одна женщина не признает, что вот, она считает, что это мелочь, там, что вы там все оплачиваете, например, что там. Во многих ситуациях, сейчас же девочки и не хотят готовить, мыть посуду, там, мыть, там, что-то убирать. Они считают, что это фигня, если лишний раз там где-то пришлось там что-то помыть, там, происходит там какая-то истерика, ты не помыл, там, посуду, еще что-то. Вот. А, соответственно, вот то, что вы вливаете, как правило, свою, ну, какую-то эмоциональную энергию, да, в то, чтобы ее жизнь стала интереснее, красочнее, это вообще никак не считается, не расценивается. Вот. И у меня, собственно говоря, когда вот я вот это осознал, я сейчас не про свои, еще раз говорю, отношения, не про каких-то конкретных людей рассказываю, я вот про тот период говорю. И я начал это осознавать, что вот я хочу найти женщину, да, смотрите, я трачу огромные инвестиции. А зачем? То есть я трачу инвестиции, смотрите, вдумайтесь в мысль, я трачу инвестиции для того, чтобы найти некий объект, который будет требовать еще больше инвестиций и ничего не приносить взамен. Но это же морал. Согласитесь. И вот теперь у меня тогда возник вопрос, а что вообще дают женщины? Вот я этот вопрос задаю вам, друзья. У меня на самом деле, конечно, ответ есть. Но вот мне бы хотелось, чтобы на этот вопрос в первую очередь ответили вы. Здесь такая небольшая пауза, я, наверное, не буду дробить видео и сразу вам на этот вопрос отвечу. Так вот, я считаю, что, собственно говоря, что вообще должна давать женщина? И можете это оценивать? Ну, во-первых, женщины могут в принципе для себя, если отказ смотрят женщины, скажем так, ну, взять вот это на заметку в контексте, чего же хочет мужчина. Нормальный мужчина, скажем так. А мужчины могут это вот использовать как определенный критерий отбора. И вот тоже как понимание вот этой замороченности на женщину. Так вот, собственно говоря, что же может дать женщина? Какая ее роль? Я считаю вот что. Первое, самое главное, что может и на самом деле должна брать и давать одновременно женщина – это секс. Как бы там, что бы там ни говорили там, что бы там, никакие бы не были бы там разговоры. Вот я считаю, что это главный такой момент, который должен, должна давать, ну, и брать, и давать, конечно. То есть вот, ну, короче говоря, к которому вы можете, то есть такой главный ресурс, вот так вот, скажем так, к которому вы можете подключиться. Там происходит обмен, то есть она, конечно, и берет тоже, защищается этим сексом, но и дает вам. И это один из таких главных моментов, в которых женщина должна уметь, ну, развиваться. Вот, то есть женщина, которая вот эти все херней там страдает про то, что это, ой, да там, вот недавно прочитал, да какой может быть интим, мы же просто ходим на свидания, то есть вот как бы, да, которые говорят, что им не нужен секс, это все, ну, уж семейной жизни, может, все это слышали там, как им не нужен секс, по сути секс это главное вообще, но, как вот для реактора, для реактора, вот, ядерное топливо, вот эти стержни, там, урановый, вот так для женщины секс. То есть если нет урановых стержней, то и электричества нет, вот если нет секса, то и сама она тухлая вся, намертвая, что бы она там ни говорила, намертвая, это главный движитель жизни женщины, секс. Вот, значит, это момент первый. Второй момент, который может дать женщина, значит, я считаю, что, я считаю, что женщина должна закрывать бытовуху, то есть вот эти все вопросы, да, которые, не, ну, здесь опять же есть, конечно, свое такое но, то есть если, ну, то есть, во-первых, понятно, что у меня никакой закрывать бытовухи не может быть, если, ну, речи, если вы там не живете вместе, да, то есть понятно, и либо если там она, ну, вкалывает на работе столько же, либо больше, чем вы, то есть, конечно, тоже никакой бытовухи речи быть не может. Но если, скажем так, вы живете там вместе, у нее больше свободного времени, то, разумеется, это свободное время должно быть потрачено на обеспечение своего мужчины, потому что я повторю, что вы вкладываете в нее не только, как она думает, энергию физическую, вы вкладываете огромное количество эмоциональной энергии, и это намного больше, дороже и сложнее. Вот, значит, вот такой момент. Момент следующий, который еще должна, да, ну, понятно, что самый главный момент, который должна, собственно, обеспечить женщина, это ребенок, но это не тема этого коста, поэтому мы здесь не будем это разбирать. Вот, ну и, собственно говоря, еще один вот такой момент, который в идеале должна, на мой взгляд, давать и закрывать, и обеспечивать женщина, это вот это вот быть музой. И вот про это я, на самом деле, запишу отдельный каст. К сожалению, вот таких женщин, их, ну, реально, ну, я не обвиняю там кого-то, но вот это мастерство, оно просто ушло вообще, в принципе, в нашей цивилизации. Потому что в большинстве с вами, вот как Джордж Карлин сказал, то есть, ну, типичная кредо нашего поколения, это тупое нытье, да, там, начальник мудак, жизнь говно, парень идиот, там, денег нет и так далее. И в большинстве с вами, конечно, жизнь современной вот женщины, это вот такое вот, я хочу на море, бля, короче говоря, там, и слив вот энтропии, там, я устала, сделай то, там, сделай сё, за меня, там, за работой, сходи, выеби, там, ну, там, и так далее, и тому подобное. И всё. А хотя, и самое главное, то есть, это что я говорю, это вот мы следующий класс про это запишем. Развесили меня, развесили меня, типа, и вот тебе на мой негатив. Всё. Хотя должно быть, на самом деле, наоборот. Собственно, вот, вот такие вот мысли. Спасибо, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова